Жить нужно легче. Жить нужно проще. Жить нужно делая видео, срака ты ленивая! Ай. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, мальчишка симпатичный. Сегодня мы с вами продолжаем и попутно заканчиваем приключения Германии из Ревенделла. Да, это последняя серия роликов про Ведьмак 1. Сам не ожидал, мне казалось, что последняя глава намного длиннее. Видимо, приколы в Изиме вызвали у меня ощущение затянутости игры. Да, я думал, мне оставшаяся часть игры дастся сложно, а тут всего лишь пару роликов сделать надо было. И получилось это слишком уж легко. А всё потому, что во время монтажа меня обильно снабжали имбы и энерджи. Имба энерджи — это удивительный энергетический напиток без сахеру. Не нужно выходить из дома и чапать задрипанный грязный магаз, чтобы взять пару обчиханных банок. Имбу ты можешь заказать прямо из дома с бесконтактной доставкой, а вкусов-то сколько! Вишня, яблоко киви, малина, мохитор, оригинал и много других. Тем более, одного зиплока имбы хватит надолго, ведь там 15 порций. Также имба энерджи выпустила антисептики имба сейв в связи с ситуацией в мире. Имба не остались в стороне, поэтому при покупке любого комбо антисептики бесплатно от 1 до 4 штук. Используя мой промокод, ты можешь получить скидку 10%, либо же выбрать любой из 10 комбо наборов с готовой скидкой до 25%. Также не забывай, что при покупке любого комбо набора, ты можешь принять участие в розыгрыше 40 призов, среди которых Киберпанк 2077 и сертификаты до 4000 на любую игровую платформу. Имба энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом. В прошлый раз мы остановились на том, что застали горящую Визиму в жотеньком огне. Геральт со Шлютиком знатно так удивились. Геральт, Визима горит. Я в шоке. И я мутант, и поэтому я не в шоке. В городе сейчас происходит абзац. Нелюди сражаются против Ордена Пылающей Розы. Этот конфликт задевает также и мирных жителей, из-за чего в городе текут реки крови. Более подробную инфу о происходящем мы узнаем от нашего старого знакомого Винсента. Я знал, что раньше или позже ты вернешься. Ты многое пропустил. Привет, Винсент. Что ты здесь делаешь? Не верю, что ты вышел со мной поздороваться. Он говорит, что сейчас со своими людьми охраняет Родовида. А также, что наконец-то в Зиму вернулся король Фольтост. И именно он сейчас разруливает происходящее. Еще мы перекидываемся парой слов с Золтаном, Родовидом. От него мы, кстати, ловим благодарность из убийства профессора. А на десерт спасибочки от подруги Винсента, Кармен. Кстати, все эти общения с персами есть последствия наших решений. Допустим, если бы мы пошли по пути Ордена, то Золтан нас ненавидел бы и называл предателем. А также Кармен, думаю, была бы не очень довольна смертью любимого от нашей руки. Тут тихо, как на войне. Трах-бах, и снова в тишине. Я, Явин, добился своего. Почти все нелюди в Зимы взялись за оружие. Как это произошло? Интересно, что это было большей частью заслуга Ордена. Когда Орден начал убивать женщин и детей, даже самые мирные эльфы взбунтовались. Всех послушали, а теперь пора уже наконец-то двигать в сторону старого Зимы. Однако перед этим мы снова ввязываемся в борьбу между двумя сторонами. В частности, на мосту мы убиваем бесконечно спавнящихся болванчиков. Кто-то может подумать, а чему бы тут тогда не фармить себе опыт? На что я сразу же скажу, что за их убиение нам опыта почти не дается. Так что особо смысла нет. Разве что можно кайфануть от нашей прокачки и способности рубить мясо вертушкой. И это при том, что Геральт все еще в дефолтной броне. Кстати, тимирские войска в эту драку не влезают и сохраняют нейтралитет. Нормальным людям наплевать на этот конфликт, который, очевидно, был насильно зафорсен некими негодяями. Ладно, хватит умничать, пора дальше идти. Пятая глава. Прямо вот перед нами что-то да происходит. Везде ходит такой важный фольтест и буквально охуевает с того, что произошло без его ведома. Рядом ходит Филерат и говорит ему, что король не должен ходить и лично отбивать город. А если его ябнут, он же умрет. Фольтест отмахивается. Все-таки северные короли привыкли быть на передовой и делать все своими руками. Так как люди идиоты и без надзора ничего сделать не могут. Есть, конечно, исключения среди королей, но об этом совсем потом. Вдруг хопа, на них нападают клятые нелюди. Битва, кровь, трупы, но внезапно из-за угла вныривают рыцари вечного огня с их самым-самым главным человеком. Великим магистром Яковом из Адельсберга. После битвы между ними завязывается разговор. Что предлагаешь, Яков? Передай мне командование и развяжи руки. Фольтест никому не доверяет, особенно этой бородатой матери Терезе. Он не желает вставать на чью-либо сторону. И для него главное, чтобы в его доме был покой на его же условиях. Так что, если надо будет, то он выступит сразу против обеих сторон. Магистр обижен и левайт, а король и его свита натыкаются на нашего алкоголика. Если бы кто-нибудь спросил меня, в чем суть Ведьмака, то я показал бы именно эту сцену. Игра переносит нас в замок, где мы ведем с королем беседу насчет всего случившегося. В первую очередь, о чем он нам сообщает, Ада снова стала стригой и нас снова просит ее расколдовать. Кстати, между нами девочками. Я просто знаю, что нас смотрят очень много поклонниц Ведьмака, Сталкера, Якудзы, которые с удовольствием узнают из моих повествований, что было в играх про Геральта. А еще всякие забавные факты из книг. Так вот, хочу подметить, что мне не очень понравилось то, как показали Фольтеста в сериале. Он-то выглядит старым мужлоном, которого ничего не интересует и проблема дочери не волнует. Будто избегает вообще данную тему. В книге же он показан молодым и полным жизненной энергией мужчины, который ради дочери пойдет на все. Он был одержим идеей того, что его дочь можно расколдовать. Ему было не все равно. Так же и тут. Он просит нас расколдовать ее, не убить, а именно снова расколдовать. Но прежде чем они с Геральтом начнут говорить про это более подробно, он предлагает нам поболтать с тремя личностями, которые могут нам помочь в данном вопросе. А именно, с Велерадом, Деветом, у которого крохотный писюн, и с Трис Шмекельгольд. Ко всему этому он нам намекает. Происходит полный атас. То, что происходит в Изиме, заставило его знатно просраться. Поэтому, если нас попросят убрать кого следует, то нам лучше бы согласиться. Простите меня, король, но... Молчи, ведьмак. Пока не наговорил глупостей. Прекрасно. Никакого давления. Приветствую, Геральт. Велерад рассказывает нам, что принцесса Ада сейчас в образе Стриги прыгает по старой Визиме и по ночам жрет людей. Также он напоминает нам, как мы расколдовали Аду до этого. А именно, до утра прыгали вокруг саркофага, в котором она дрыхнет днем. Метод странный, но рабочий. Поступай как хочешь. Но помни, Фольтест очень любит свою дочь. Девет ведет себя так, будто между этими двумя не было никаких конфликтов. Лежит ведьмаку жопу и всем своим лоу айкью пытается придумать аргументы, почему мы должны убить Аду. И вообще, Фольтест скоро потеряет свою власть. Многие говорят, что он оскорбил богов. Помнишь, как она стала Стрыгой? Меня не интересует, что говорят люди. Меня интересует только настоящее. Избавься от Стрыги и прекрати философствовать. Звучит подозрительно. Он нам до этого не нравился, а тут и вовсе ведет себя по-негодяйски. Но самый же неприятный диалог произошел с Трис, который до сих пор нас ненавидит за то, что мы выбрали Шани, а не ее. Я вас слушаю. Трис. Не называй меня так. Кто-нибудь еще подумает, будто мы больше, чем просто знакомые. Когда же начинается речь за Альвина, нас опускают ниже низушка. Эх, я не знаю. Он телепортировался куда-то, несмотря на амулет, который я ему дал. Ты твой бездарный трубадур, словно безответственные малые дети. Этого никогда бы не случилось, будь Альвин со мной. Но ведьмак знает все лучше всех и никогда никого не слушает. Я уже хочу обратно к нелюдям и фанатикам. Лучше быть в центре кровавой бани, чем быть неправым перед женщиной. У него достаточно сил, чтобы телепортироваться куда угодно, даже во времени. Отбросив разговоры личные, Геральт и Магичка обсуждают Аду. И приходят к выводу, кто-то специально навел на нее проклятие, и этот кто-то из ее приближенных. Ага. Политика и крысы. Как же этого не хватало. И напоследок таки снова заводится тема насчет доспехов Ворона. Трис нам советует обратиться к Алькштейну. Насколько я помню, если бы мы шли по пути Зигфрида или Ейвина, то нам с доспехами помогали бы совершенно другие люди. А поскольку мы дебил нейтральный, нам будет помогать ученый Макакич. Вот это я понимаю, ролевая, нелинейная игра. Теперь уже пора бы на серьезничих поговорить с Фольтестом. Король спрашивает нас, реально ли снова расколдовать Аду. Геральт говорит да, что это возможно. Однако повторное проклятие дочери заставило Фольтеста пересмотреть свои взгляды на жизнь. Если в тот раз он просил Геральта даже не пытаться ее убивать, то тут он говорит, если там уж совсем плохо будет, то так и быть. Можешь ее ебнуть кирпичом в темечко. Сделаю все без боли по грушной системе. Потом мы перекидываемся парой слов насчет Саламандр, нашей личной жизни и напоследок заговариваем о самом главном. Кстати, я затащил его прямо с первого и единственного раза. Раньше мне приходилось сейв скамить, а тут прям фортануло. Вот теперь смело можно двигаться дальше. Просим приближенного короля доставить нас до охваченной огнем старой вызимы. Не буду таить греха и пытаться смягчить происходящее культурными словами. Тут происходит чистейший пи... Дар божий, Шаня рассказывала про тебя. Начнем с того, что мы натыкаемся на целительниц. Им нужно добраться до лечебницы, где Шаня из последних сил пытается лечить раненых и невинных людей и нелюдей. Во время нашего экскурса вы можете всласть и насладиться прекрасными видами происходящего тут ужаса. Кстати, да, мне что-то очень зашло играть с видом сверху, и я даже немного жалею, что не играл тогда этого. Видимо, мне очень не хватает всяких приятных изометричных РПГ. Да и к тому же сверху резня очень даже эффектно выглядит. Кстати, вернемся к теме сюжетных разнообразий. Я не проходил по пути с КАТЛ, но могу точно сказать, что если бы мы шли по пути Ордена, то нас вместо целительниц встретила бы Белая Райла. Приветствую тебя, ведьмак. Я знала, что мы встретимся снова. Рано или поздно. Здравствуй, Райла. Получила свой отряд? Да, награды за эльфийскую шлюху. Говорила я тебе, что выслежу ее. Таруель? Сучка, я и вина. Я отдала ее своим мальчикам. А потом мы ее вздернули. Никогда не видела, чтобы так яростно сражались за свою жизнь. Класс! И вместе с ней мы бы посоревновались с том, кто больше убьет нелюдей. А затем у нас с ней был бы Секси Тайм. Очень приятно осознавать, насколько наши действия тут имеют последствия. Мы приводим дам к больнице, и они таки высказывают реальное положение вещей здесь. Какой прок от войны, если больше всего страдают добропорядочные жители в Изиме? Большинству жителей плевать на Орден и на эльфов. Им нужен мир. Что самое печальное, такое ведь происходит и в реальной жизни. Мы же в очередной раз видим трули последствия от наших решений Experience. Внутри самого медпункта происходит долгожданная встреча между голубками. Сначала поцелуй. Сейчас? Сейчас. Не делай вид, будто ты смутился. Но не успевают они подолбиться в десны, как вдруг прибегает стражник и заявляет, что на улице случился тотальный жопич. На стражников напала стрыга. Мы со всех днок бежим к месту трагедии и осознаем еще больший ужас. Напавшее чудовище вовсе не стрыга, а нечто совершенно иное. Мы убиваем монстра с легкостью, а после обсуждаем это с Калькштейном. Что ты здесь делаешь? Говорили солдаты пытаются стрыгу убить. Вот и мне захотелось взглянуть на знаменитую визимскую принцессу стрыгу. Правда это вовсе не стрыга. Приходим к неприятнейшему выводу. Это был мутант, созданный саламандрами. Поговорив с алхимиком, мы ставим для себя цель навестить болото за пределами Старого Зимы. На то у нас есть две причины. Во-первых, по словам стражника, тот урод-мутант пришел со стороны болот. А во-вторых, стрыга сейчас чилит рядом со старой часовней, которая также находится на болотах. Как всегда, все самое плохое на болотах. Это видимо какая-то мания у разрабов. Чуть позже, уже дома у алхимика, мы с Калькштейном обсуждаем доспехи ворона. Как бы данный квест совсем не обязательный. И честно говоря, я бы даже в простой майке с черкашами прошел бы игру. Но думаю, сам данный квест был бы вам интересен. И пропускать его я не хочу. Он без проблем сможет для нас создать полноценный комплект доспехов. Но для этого нам понадобятся три вещи. Доспехи некого боярина Кобуса Руйтера, лежащие в его же могиле. Свитки эльфийского кей-попера. И особая магическая формула из тайной лаборатории чародейки Агнес из Гланвеля. Все эти вещи мы сможем найти на болотах. Так что вы можете считать, это третьей причиной отправки туда. Сейчас мы возвращаемся в лечебницу Кшане. Тут мы должны с ней словить минутку покоя, обменяться парой приятностей, рассказать, что Геральт ни в кого более не пихал писяндрик, а Альвин пропал. И у нас это, конечно же, не получается, ведь врываются буквально поехавшие нелюди-террористы. Вижу, вы людей лечите. Мы их ранили, чтобы они умерли. Вы их лечите? В больнице начинается боя. Вокруг лежат пациенты, страдающие от ран или чумы. И скоро они будут с ног до головы покрыты нелюдской кровью. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Неуспеваемые оправятся после битвы, как вдруг дверь выпинывают чмохи пылающей розы, которые хотели прийти к нам на помощь. Однако увидев, что все враги мертвы, они решили не терять времени зря и схватить всех нелюдских пациентов. Арестовать и допросить всех нелюдей! И снова в больнице начинается резня. Но пациентам настолько плохо, что им буквально на это все равно. Мне нужно выпить. Поверить не могу, что они хотели нас убить. Теперь разговор насчет болот. Шане тоже нужно туда попасть. Так как там недалеко от кладбища тусуются друиды, способные изготовить необходимые для пациентов лекарства. В противном случае большая часть больных двинет кони уже к утру. В следующий отрезок времени мы вместе с Шане будем пробиваться сквозь часть города, где битвы более не идут, но где сейчас царствуют трупоеды. И опять, пойдемые отличным от нейтрального пути сюжетом, нас ожидал бы совсем другой исход и совсем другие персонажи. Под конец мы становимся свидетелями того, как Белую Райлу убивает снайпер-нелюдь. И на этом история данного персонажа оканчивается. Теперь ей уже ничто не поможет. А мы же достигаем болот. Честно говоря, изначально я хотел на этом моменте окончить ролик, но думаю, это было бы солидным скотством с моей стороны. Мы на болотах, по колено в грязи и говне. На нас сразу же нападает банда чудовищ и орда страшных растений. Конечно, я бы их всех без каких-либо проблем уничтожил, но появляется отряд рыцарей-фанатиков с магистром во главе, и нас, тип, спасают. Сейчас между Геральтом и магистром произойдет диалог, который вы, вполне возможно, потом будете пересматривать и анализировать. Ведьмак, ты в порядке? Я жив. Ты прибыл как раз вовремя. Тебе повезло, что мы проходили мимо. Я Яков из Альдерсберга, великий магистр ордена Пылающей Розы. Он не скрывает издевок и открыто рофлит над нами. Ведет себя так, как будто знает про нас все. Но Геральт же совсем не понимает, почему у Якова такое странное отношение к нему. Геральт из Риви просит у меня объяснений. Тот самый Геральт, который всегда так щедро осыпает других своей мудростью. Извини, что не смеюсь. Не из неуважения. Просто шутки не понял. Магистр рассказывает нам нечто важное про Орден и его планы. Они готовятся к белому хладу и хотят создать честный, а самое главное справедливый мир, который скорее звучит как утопия. В теории то, что он говорит, это фэнтези. В его мире все белое будет белым, а черное черным. Не будет этих постмодернистских 50 оттенков серого. Однако не советую вам относиться к нему скептически. Вполне возможно, все это очень даже исполнимо. Ты оплатил свой долг. Геральт, конечно, не понимает, но Бородач кратко говорит, что теперь никто никому ничего более не должен. Понятно, не очень. Он со своей свиты уходит, а мы с Шаней приходим в пещеру к друидам. Даму мы оставляем тут, а сами продолжаем нашу работу ведьмака. В этих же пещерах мы встречаем королевского ловчего. Он все так же дает нам задание по убийству монстров, и что самое главное, если мы убьем ему последних двоих редких чудовищ на этих болотах, то он даст нам на выбор один из двух клинков, которые нехило так дамажат. Приятное дополнение к нашему без того опасному билду. А теперь время для одного из самых ожидаемых моментов. Стрыга. Мы приходим на кладбище и видим много народу, словно тут шабаш готичных гопников. Тут мы также можем узнать некоторую инфу про нашу цель. Допустим, один дед рассказывает печальную историю про то, как чудовище утащило нескольких ребят. Мы же лишний раз понимаем, Стрыга жуткое, мощное, лютое и ненасытное чудовище. Рядом со входом в кладбищенскую хрущевку уже собрался королевский отряд с Велерадом во главе. Приветствую, Геральт. Фольтест просил узнать, как продвигаются дела. Я думал, он мне доверяет. Да, но конкретно это чудовище является его дочерью. Я его понимаю. Я рад, что ты понимаешь. Нам докладывают, что король очень обеспокоен ситуацией с Адой, а в частности тем, что кто-то ее намеренно проклял и просит нас заодно поискать в склепе какие-либо улики. Ну что ж, поехали. За нами запирают дверь, и мы, дождавшись ночи, остаемся со стрыгой тет-а-тет. С этим бычарой мы можем поступить двумя способами. Можно ее зарезать. Это легкий и не особо разумный путь. Я не советую так поступать. Лучше потусить тут с ней до самого утра, потому что это намного легче. Главное бегать, иногда лупить по ней ардом, а заодно смотреть, как один за другим тухнут свечи. Вот и все. Ада снова расколдована. Она по-честному говорит, что сожалеет насчет всей этой брехни саламандрами и профессора. Профессор не мог создать всех этих мутантов. Он никогда не говорил о маге. Однажды он пришел с этим отвратительным человеком, как его обдум, что ли. Профессор сказал, что он могучий чародей. Это все, что я знаю. А заодно говорить, что что-то там спрятано в саркофаге, возможно, нечто полезное и в самом деле. Это дневник Острита. Пока что это нам мало что говорит, кроме того, что кто-то повторил рецепт данного заклятия слово в слово. Велерат доволен и радостно вручает нам в награду мощный зериканский клинок. Ну а самой главной наградой от Вольтеста является свежая инфа, где сейчас сидят саламандры. Последний очаг противника находится недалеко от болот в районе старой княжеской усадьбы. Раньше тут жили короли свита, а в окружающих территориях было сухо и без болот, где надо было осушали источники воды или же убивали чудовищ. Но после траблов со стрыгой место забросили. Но перед этим нам надо заняться делами разной степени важности. Для начала доспехи ворона. Бардские стишки я нашел в склепе стрыги. Доспехи элитного челика я нашел в склепе полуразрушенном, а тайную формулу в секретном логове магички. На самом деле тут ничего сложного. Главное побегать и иногда порубить чудовищ. Все это надо отнести до Калькштейна, где он за сутки нам стряпает модную имбовую шмотку. Да, ты только взгляни на этот шедевр. Даже лучше оригинала. Спасибо. Поздравляю! Наконец-то мы сменили обоссанную рубаху на... Черный кожак. Кстати, в пещере, где таится магический проход в логово чародейки, мы можем встретить легендарного деда, который знаменит тем, что лупит в кулачном бою как отбойник. Говорят, у тебя нет имени. Можешь наживать меня Жденок. Если мы сможем ему вломить, то станем чемпионами в кулачном деле. Главное это победить его раза два, чтоб наверняка. Мой жоп! Где мой жоп? Остался у меня в кулаке после боя. Про зуб это, конечно, забавно, но тут же мы мигом перепрыгиваем на другой важный квест. Помните донтиста краснолюда? Его зубной офис переехал в пыточную. Забавно. Тем более там от прошлых владельцев остались все необходимые инструменты. Ведьбак Геральт, что тебе сюда привело? Захиншмарц, понятно, что за крики слышны из твоей башни. Ты бы лучше пользовался обезболивающим. Обезболиваю только за дополнительную плату. Ему мы могли дарить в коллекцию различные редкие зубы. Последней вишенкой был зуб того самого Рафлан-бойца. За это донтист дает нам очередную казачью саблю, коей мы все эти побочки конечно прекрасны и забавны. Надеюсь вам понравилось. Теперь же пора плавно перемещаться на железную дорогу главной сюжетной линии, с которой нам уже будет некуда свернуть. Наш маршрут к старой усадьбе лежит через болото и уже с первых минут под наши колеса буквально бросаются малолетние дебилы. Дэвет вместе со своей свитой встречает нас. Он интересуется а чего это мы тут делаем и как там принцесса Ада удалось ли ее убить? Даем ему понять с ней все хорошо и при нас имеются доказательства того, что ее прокляли снова. Тут-то и случается фатальный прокол. Я нашел дневник он наверняка поможет мне разобраться. Кроме того Трис Меригольд знает несколько полезных заклинаний. Ты не знаешь кто предатель? Отдай мне дневник Острита. Великий магистр лучше разбирается в магии чем эта ведьма Меригольд. Я тебе не говорил чей это дневник. Но черт ты меня поймал. Мало того что писюн крохотный так он еще и по натуре ЧСВ чмошник. Он также работает на чешуйчатых и предлагает нам примкнуть на его сторону. Ты жалкий червяк. У меня нет желания даже сапоги марать о такое дерьмо как ты. Но алкаш себя не на помойке нашел и поэтому наконец-то наматывает рожу фашиста на кулак. Но дальше хуже. Подступами к усадьбе нас встречает Азарьевед и использует против нас свои мерзкие наработки. Приветствую тебя Геральт Ты встретился с Райлой Она пережила своеобразное перерождение Получила дар жизни Геральт Его ребята стащили труп белой Райлы и превратили ее в фем версию Франкенштейна Своеобразное перерождение Дар жизни Ты издеваешься Райла мертва Ты называешь этот порабощенный сгусток крови и мускулов живым Все это делается в первую очередь чтобы нанести урон по нашему ментальному состоянию заставить нас чувствовать себя не в своей тарелке В саму усадьбу нас также не пустят просто так На нас нападает весь рукотворный цирк уродов Само собой я могу их расщепить на атомные частички но внезапно появляется отряд темирских бравых ребят с Трис Мерегольд во главе Что это было? Не уверен но похоже они на мутантов Ты как раз вовремя С нами они конечно внутрь усадьбы не пойдут но зато постоят нас тремя и будут отгонять негодяев от нашего тыла Мы внутри и честно говоря далее нас ждет весьма сложное время бытия В коридорах много мутантов и саламандрова элита Но не они главная проблема Азар ебет вот кто сейчас опасен Этот наглый и поехавший ебанко загнан в сторону Параши Ты знаешь что Райла была к тебе неравнодушна Всегда тобой восхищалась Жаль Вы могли бы составить прекрасную пару Кончай этот фарс Как хочешь узри моего Кащея Совершенный убийца Кащея Господи Мое первое прохождение на среднем уровне сложности он знатно дал мне просраться но сейчас я тот еще бывалый мутант Убийство Кащея главного венца Азара по своей сути это не просто пощечина а скорее поджопник для этого смуглого дегенерата он же реагирует и пытается побольнее укусить но кусает лишь за говной жопы хорошо вооруженный отряд перебьет всех раненых в госпитале а эту рыжую суку заставит смотреть а после того как они ее изнасилуют она захочет умереть но будет слишком поздно мы ей дадим мутагенов и посмотрим что получится что скажешь ведьмак все так же равнодушен но я же говорю слова слова внезапно к нам на подмогу приходит Берингар он взял свои яйца в кулак и наконец-то перестал вести себя как сытич мы еще встретимся Берингар принял решение он знал где скрывается Евет он знал что рано или поздно я найду колдуна он знал что один в поле не воин начинается боссфайт самый сложный за всю игру почти все игроки по первой срали в штаны от битвы супротив заморского шизоида он бесконечно станет и ослепляет буквально не давая продохнуть тот же Берингар и вовсе помер не успев нормально задамажить конечно я мог бы позагружаться пару раз но разрабы изначально подразумевали что Берингар трагично помрет пересмотрев свои взгляды на мир да и вообще между нами ведьмачками Берингар изначально должен был быть главным героем игры трис должна была быть Йеннифер вместо Шани трис а вместо Альвина Цири но сейчас я убиваю Азара отдам сдохнем разота песочная поздравляю игра закончена ролик заканчивается всем спасибо увидимся в серии роликов про второго ведьмака Ладно это совсем и далеко не все сейчас случится пролапс внезапного сюжетного поворота Явет Явет слышишь меня что происходит как проходят эксперименты мне срочно нужны рыцари-мутанты из Вазимского ордена и неудачных пришли у меня мало времени ответь Явет мертв Геральт увидимся великий магистр скоро так что конец нам только снится но это уже проблемы по Фрейду старая усадьба очищена полностью все наши старые враги убиты но это еще совсем не конец вместе с Трис нам надо возвращаться в Изиму искоренить источник всех наших и не наших бед магистра ордена пылающей розы Что тебе известно о великом магистре? Он харизматическая личность и у него дикий талант к магии подобно истокам он использует силу интуитивно наставников у него не было магические академии он не посещал я проверяла возможно ему удалось приручить силу благодаря огромной воле типичной для религиозных фанатиков Ты уже голубчик давно в аду Эпилог нам показывает что происходит у наших противников на данный момент в Изиме Победа огромной потери но купеческий квартал наш Отлично Что у Девета? Он мертв его зарубил ведьмак поганый мясник Ну и черт с ним Пустили слухи что Адда стала стрыгой Да но ведьмак нашел стрыгу Геральт из Риви только он может испортить Надо увеличить хаос Выпускайте еще мутантов и эльфы пусть вступят в бой Господин протестую как представитель дворянства Хватит Раздайте еду и скажите что благочестивые люди укроются в замке ордена Пылающей Розы Адельберт Благодарю за службу Уведите Новая эра грядет Эра сверхлюдей Меня не остановят Ты теперь мой новый адъютант Знаешь что делать? Убить ведьмака Иди А теперь возвращаемся к нашим баранам Мы снова в Изиме и именно в тех местах где мы тусили в предыдущих главах А именно где живет Таллер Наркалыга Юс Оборотень в погонах Винсент и другие старые знакомые Лютик рассказывает Случился союз между Реданией и Тимерией Фольтес с Родовидом Скори фанились Подробнее узнаем уже от самих царевичей Родовид возьмет Аду в жены А после смерти Фольтеста он считай станет тут полноправо направить Но важно не все это Эти замечательные люди просят ведьмака убить магистра За деньги Но они совсем забыли что у Геральта есть свои принципы и он за деньги не убивает У нашего нейтралитета кстати тоже есть свои последствия Фольтест заключает союз с чародейками А Торис становится советницей короля Тимерии Иди мы по другому пути то Зигфред допустим мог бы стать будущим магистром ордена который будет исправлять нанесенный Яковом удар по репутации рыцарей А Евин же словил бы прощение для всех нелюдей и поддержку Нас еще и насчет Ады благодарят все-таки мы в очередной раз спасли ее А за то что мы еще и две-то убили нас и вовсе зачисляют в уважаемые люди Ведьмак как мне тебя отблагодарить Я рад что Ада жива и здорова Вы можете позаботиться о том чтобы и друзья Ведьмака пребывали в здравии Ваше Величество Да Это я тебе могу пообещать Ведьмак Ладно эти беседы конечно радуют меня но уже восьмая страница текста сценария для ролика За окном почти двенадцать ночи а рядом лежит жена которая ждет когда я закончу писать текст чтобы она его отредактировала и потом спокойно могла бы посмотреть как я играю в ангеры и молвил отважный фольтест о благородный родовид он сказал хватит дурака валять парень пора уже тушить пожар в этом борделе сейчас наша цель это база ордена правда наш путь конечно будет заковыристым ведь все в огне и в развалинах тем более везде бои а вот и Зигфрид уходи Геральт я не хочу с тобой сражаться тогда не вынуждай меня убирайся у меня приказ мы должны спасти это королевство делай из мирных граждан пищу для мутантов наши старшие братья не мутанты а новая раса новая надежда как ни грустно невинные неизбежно пострадают рыцарь пылающие розы предпочитает защищать монстров а не людей как же низко ты упал возьми свой меч и умри с честью как бы тут он лишился последних извилин но поверьте мне если бы мы шли по пути ордена то он был бы нормальным и адекватным а тут он повелся на харизму магистра который захарабтил его разум говоря простым языком ныне он хаосит потом мы натыкаемся на Явина но тот при любом раскладе будет дебилоидом Тарувьель мертва и я знаю достаточно чтобы ой да кому ты чешешь умри уши на возник определенный кусок нашего пути придется пройти через канализацию где мы совершенно неожиданно сталкиваемся с ригером кто не знает этот инклинг живет среди говна и кала ему комфортно а еще ригеры гермафродиты не знаю как вам эта инфа поможет в жизни просто знайте это теперь когда эта замечательная зверушка мертва мы можем выйти наружу о а вот и спасительный алкаш рядом с костром с его трупом мы всегда можем сцыганить немного алкоголя чтобы скрафтить зелье около костра первое прохождение это меня всегда знатно спасало скажу я вам мы на поверхности в знакомых нам локациях к сожалению мы видим их последний раз ведь сизи-проекты обошлись в третьем ведьмаке лишь реконструкции замка Вазимского а я бы хотел погулять по знакомым улицам но на новый лад убиваем немного мутантов ордена и готовимся войти в их рабочее помещение однако перед этим геральт ловко просит риск телепортнуться домой и захватить ему пару зелий а то его кончились да ведется но как вы уже догадались ведьмак просто решил затащить финальный заруб чисто во дняру наша встреча близка убиваем стражников и входим к нашему главрагу но учтите я не говорю что он злодей просто держите у себя это в голове следующую катсцену я не буду как-либо обрезать или пересказывать в кратком виде вы должны посмотреть ее сами вот эти люди едят со мной греются у моего огня и счастливы что далеки от хаоса войны не думай что при виде женщин и детей я отстану от тебя я не обманываю грядет белый хлад катаклизм который погребет мир под снегом и льдом каждую ночь мне снятся ледяные пустоши смерть цивилизаций знаю пророчества и тлины катастрофа неизбежна короли воюют чтобы расширить влияние а эльфы борцы за безнадежное дело миру нужен спаситель избранник судьбы тот кто зажжет сердца людей ха ты спаситель мира идем я что-то покажу люди слабы люди склонны творить зло я создам человека закаленного в вечном огне кончил если да то так вот тут разрешите поставить на паузу я не особо понимаю почему геральт не дает магистру договорить может я просто ебаный но порой слова данного персонажа очень даже логичны и имеют под собой основу ладно ладно смотрим дальше не веришь не твоя вина и я иногда но сейчас вижу ясно магистр затянул нас свое видение скорее всего это параллельная вселенная созданная его разумом не галлюцинация он показывает нам то что видел в будущем сейчас мы находимся в изиме после наступления белого хлада он нас сюда привел дабы убедить что угроза реальна и если ничего не делать то человечество вымрет это заледеневшие башни в изиме теперь тебе понятно оставь свои бредни Альдерсберг что тебе нужно ты должен понять мой план это будущее белый хлад уже пришел стирая с лица земли человеческую цивилизацию мы в конце всего должны ли мы пасть духом поддаться ни за что всего этого все еще можно избежать избавь меня от этого бреда мы еще вернемся к этому разговору но прежде всего смирение вот что тебе нужно магистр сбегает от нас вдаль а мы потихоньку двигаемся через снега внезапно нас встречает Шаня она как бы реальная но нереальная это Шаня порожденная разумом магистра против его воли но при этом настоящая Шаня именно наша Шаня сейчас где-то в зиме такова природа этого места этого места или этого времени скорее видение порожденного сознанием великого магистра проблески будущего окрашены его надеждами и страхами здесь ты можешь столкнуться со странными вещами отражениями незаконченных дел с последствиями своих решений за нами идет убийственная пурга а потом уже нет ничего только смерть в трудную минуту рыжая хочет нам помочь а посему идет с нами вперед на нашу компашку нападают странные вымершие челики которые жили в древности еще до людей про них есть инфа в бестиарии но при этом внезапно появившийся Абигайл заявляет что это потомки людей только деграднувшие полюбуйся на то что осталось от человечества жалкие люди обезьяны достойные лишь презрения некоторые из них мои собственные правнуки ими руководят инстинкты как той толпой от которой ты некогда спас меня я благодарна прими мой дар прекрасно что тут еще сказать эти твари являются одним из аргументов магистра в сторону того что он прав вот послушайте что он нам сейчас скажет ты видел наших деградировавших потомков ты понимаешь почему ты не должен мне противостоять и меня все больше убивает то что Геральт как принципиальный бык как какой-нибудь радикальный роршер отказывается даже понять аргументы противника я был уверен что кто-кто а ты меня поймешь ты веришь что человек сам творит свою судьбу я же просто хочу изменить судьбу всех людей и лишаешь их права самостоятельно решать что им делать ты ничего не понимаешь быдлан белобрысый далее появляется король дикий орхот и но на него пока что пофиг абсолютно появляется полуночница которую мы так и не расколдовали но тем не менее она одаривает нас аурой вампиризма вот это неожиданный скилл снова магистр приводит аргументы он говорит что хлад придет с севера и поэтому он планирует провести крестовый поход на юг попутно собирая всех людей которые желают выжить и заодно убить нелюдей которые только и желают смерти людям ты все еще не понимаешь вымирание нелюдей это не цель а средство его план более подробный мы разберем чуть позже когда соберем все аргументы и подробности а пока что он оставляет нас наедине с его мутантами которые более не люди Зигфрид и Гейвин как же без них они оба нас не особо любят и выражают мнение что нам стоит отдохнуть ты пережиток ты больше не нужен миру нет для тебя места отложи меч и отдохни Геральт мы их убиваем Альвин он появляется и исчезает не сказав ни слова смотри Альвин это иллюзия Шани следующая порция аргументов не оставляет себя долго ждать он заявляет ведьмачьи секреты нужны были ему чтобы создать благородных рыцарей-ведьмаков которые лишены эгоистичного ведьмачьего кодекса ведьмачий кодекс яйца выеденного не стоит слишком в нем много индивидуализма и торговли долгом мне нужны были священные рыцари выносливые как ведьмаки но при этом создающие образ благородства а не попрошаек с протянутой рукой чушь собачья тебе просто нужна была власть снова монстры убийство и принцесса адда которая очень желает нам помочь у тебя есть класс вот редкое качество я бы хотела сражаться рядом с тобой вот каприз в образе стригер правда помогает она совсем недолго ведь перед последней битвой нас все покидают дальше иди один почему никто не может попасть в сердце видения кроме тебя великий магистр этого не допустит я пойду дальше сам до свидания береги себя напоследок магистр снова пытается переубедить геральта встать на его сторону послушайте его аргументы сами и далее мы уже поговорим теперь ты понял что необходимо действовать любой ценой геральт раскрой же глаза таких как ты отправляют в лечебницу лебеды только ты же убежишь ты лишь доказываешь мою правоту тебе удалось преодолеть ужас который грозит всему человечеству ты выжил яков из альдерсберга твой сон кончился поспеши с объяснением хотя это уже немногое изменит терпение у тебя еще есть время передумать представь себе тысячи людей пересекающих ледяную пустыню ты смог бы их защитить ты и жалкая горстка ведьмаков которых постоянно гложат сомнения как берингара это невозможно на это способны только старшие братья но им нужен достойный лидер им нужен ты у меня к тебе тоже есть предложение откажись от своего плана отзови мутантов стайся на милость короля этим ты спасешь множество жизней какая самоуверенность я преподам тебе урок болезненный урок прежде чем наши бравые ребята начнут чистить труду гурыла надо бы обсудить план магистра и прав ли он вообще обязательно потом опишите ваше мнение потому что все очень субъективно и может быть легко опровергнуто моралью или гуманизмом или же просто здравой логикой во первых как я понял план магистра он хотел создать своих собственных ведьмаков но создать из рыцарей ордена потому что подвергнуть даже 10% всего человечеству мутациям это сложно для начала он хотел создать небольшую армию которая могла бы защищать людей во время путешествия теперь насчет самого крестового похода так как хлад придет севера он хотел огромным караваном подобно снежному кому двинуться на юг попутно зазывая в свой караван как можно больше людей затем придя на место они обустроили бы свое место бытия и уже как-нибудь выживали попутно возможно потихоньку подвергая людей мутации причем если бы мы не убивали еведа то люди были больше похожи не на гулий а на ведьмаков как вы считаете насколько это возможно если бы под рукой не было ну точнее он стал таким после нашего вмешательства ведь до этого все планы саламандр и ордена шли на ура геральджа со своей стороны полностью отказывается принимать сторону якова просто потому что страдают невинные и пусть лучше все помрут просто так чем поступать путем магистра я не отрицаю преступление магистра он стравил людей и нелюдей убивал подвергал невинных мутациям зарабатывал бюджет на торговле наркотой но если смотреть на все это в масштабах выживания человечества то воспринимается все иначе в любом случае начинается драка которую мы конечно выиграем я что зря качался как не себя яков падает но еще не умирает появляется король дикой охоты и по-братски просит нас отдать его магистра просто потому что размысли над своими поступками ведьмак прекрати но мы отказываемся несмотря на все его угрозы а затем убиваем вы же смотрите финал этот меч против монстров геральт просыпается и видит харю лютика он докладывает что все хорошо и спрашивает все ли хорошо у нас и добились ли мы всего того чего хотели геральт говорит да сейчас же нам лишь осталось забрать ведьмачьи секрет из трупа магистра как вдруг видим на нем старый потертый двимиритовый амулет мы с вами сейчас знатно про это поговорим но пока что я дам вам спокойно посмотреть итоги и концовку данной истории ты уже все нашел настоящее имя вот и конец этой истории я тебя не понимаю я тебя не понимаю ты вернулся из загробного мира все злодеи мира пытались убить тебя а теперь ты говоришь мне что жизнь прекрасна что-то заканчивается что-то начинается я возьму последний из украденных секретов сделаю глубокий вдох и пойду дальше тогда удачи тебе в пути казалось что конфликт между орденом пылающей розы и с каэта элими обратит в зиму в пепелище однако фольтест выбрал единственное верное решение он позволил сторонам обескровить друг друга вместе с таинственной смертью великого магистра орден потерял свою прежнюю мощь цвет эльфийской молодежи погиб во время сражений на улицах в зимы в этой войне не было победителей восстание нелюдей ослабило тимерию и фольтест понял что ему понадобятся ловкие дипломаты три с мэри гольд стала советником короля и вместе с этим увеличилось влияние чародеек интригана составляющий заговоры в отсутствие короля были наказаны и сосланы конечно на их месте быстро оказались новые люди не заметили разницы они залезавали раны и искали пропавших близких не многие знали что произошло в те дни на улицах в зимы это были те кого предназначение столкнуло с геральтом из ривии но они предпочитали молчать и так что случилось с ведьмаком и как сложилась его судьба это уже совершенно другая история ну что ж надо сделать некоторые выводы кое-что обсудить как вы могли догадаться великий магистр это наш альвин который тогда из темноводья переместился во времени да он и так может трис это подтвердила у него достаточно сил чтобы телепортироваться куда угодно даже во времени также у меня есть предположение что тогда в иллюзиях магистра был настоящий альвин и возможно прямо из темноводья я это предполагаю потому что тот же король дикой охоты вполне смог заглянуть к нам на огонек также прямым доказательством являются последствия наших мудростей в сторону альвина помните как мы советовали ему стать рыцарем и как он решил стать рыцарем ведьмаком мне нужны были священные рыцари выносливые как ведьмаки но при этом создающий образ благородства а не попрошай их с протянутой рукой также он все же помнит как мы заботились о нем и были словно отец по этим причинам он до последнего пытается нас убедить стать на его сторону он не желает геральту зла и даже наоборот допустим все те моменты когда мы спасали его в предместьях от баргистов и в темноводьях от других чудовищ он отплатил нам тем что спас нас на болотах и поэтому говорил что мы ему ничего не должны однако я точно не знаю было ли известно о сущности альвина профессору и азарь и веду и тут я опять же хочу узнать по этому поводу ваше мнение магистр пытался побороть белый хлад а еще он был детем предназначения прямо как цири попробуйте переварить это и это был ведьмак 1 дорогие мои ой господи я аж весь потел пока тут сейчас голос записываю я даже не знаю стоит ли тут делать какие-либо оценки или же рассказывать подробно свое мнение про сюжет и геймплей игра хорошая не идеальная в ней есть проблемы как например вырезанный контент или нелогичность некоторых последовательностей диалогов плюс главы в зиме затянутые на многие вопросы вообще не дается ответ также проблемы с нижными персонажами которые непонятно являются ли теми самыми персонажами или нет но даже несмотря на это я уже в который раз с большущим удовольствием прошел игру особенно я рад что наконец-то прошел по пути нейтралитет а то всегда по пути ордена по пути ордена надо быть как минимум один раз себя перебороть и пойти по пути нелюдей ах да еще боевая система боже как я кайфанул когда в последние часы игры попробовал поиграть с видом сверху и посмотреть на бои под другим углом все же ведьмаку очень подходит стиль тех самых олдовых ролевых игр возможно именно поэтому многие не особо признают вторую и третью часть ладно я могу вам тут бесконечно про нее говорить самое главное я высказал надеюсь вам очень понравилась данная серия роликов и простите если вдруг все затянулось я сам не ожидал что настолько лютый сериал у нас получится особенно надеюсь на то что много челиков вдохновились на свое собственное прохождение игры или по крайней мере узнали чего это там раньше city project и делали и насколько первая часть недооцененный продукт кратко про второго ведьмака тоже рано или поздно будет но пока что мне надо передохнуть и заняться наконец-то старыми играми потому что эта тема прям в сердце свербит да и многие подписчики да и что уж там много разных знакомых селебрити попросили меня рассказать про то что там раньше было в индустрии а на сегодня все мои дорогие друзья спасибо что все еще смотрите мои высеры и радуетесь этому словно вы тот самый лидер из канализации темерия и рядание союзники не без твоей помощи вот тебе золото за твой труд ваше величество прощай король а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уж то-что, а Геральту реально покой уже даже и не снится. Рис, гречиха и пшеница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА